Дорогие друзья, помня о вас, любопытных, я не могла прийти без весов в гости к владелице двух мейнкунов и одной вредной сибирячки. Куняка-сибирячку мы решили взвесить. Также по ходу мы решили проверить разницу показаний напольных весов и грудничковых. Сначала я взвесилась сама. Затем жертвой весового произвола стала мейнкуночка Сабрина. Я взвесилась с ней и простым вычитанием определила вес. Сейчас мы проведем взвешивание на точных грудничковых весах вот этой замечательной кошечке мейнкун, которая уже перевалила своим возрастом за 5 лет, скоро ей уже будет 6. Итак, взвешиваем нашу Сабрину, дорогую лошадь, моя рыбка. Бля, пожалуйста. Субтитры сделал DimaTorzok А теперь для сравнения мы взвесим сибирскую кошку, которая возрастом, так же как и Сабрина, 5 полных лет и 3 месяца. Тоже она стерилизована. И сейчас мы посмотрим разницу. Сибирячка Алиса. Вашему вниманию. Вот такая тоже немаленькая девочка, прекрасно одетая, в отличной кондиции. Ну и на закуску осталось взвесить Басю, сына Сабрины. А сейчас вот вашему вниманию весы детские, грудничковые, еще раз я их включу в нулю, чтобы видели, что все честно. Себастьян уже на взлете. Он готовится опуститься на весы. Все, погружаем, загружаем. Какой возраст уже у него? Какой возраст? Май, юнь, юль. Год и 4? Так, год и 4. Вот такой вот вес у маленького мангунчика. Ну, хвостик надо весь завешать. Конечно. Не довесили граммы. Граммы не довесили. Бася. Басенька, звезда. Это сын нашего любимого Норда. Мне кажется, практически копия папы, только в другом окрасе. Да? Ти-воя, ти-ти-воя. Муа, муа, муа. Завершение. Завершение. В завершении хочется отметить, что все эти кошки-кастраты приятной округлости и здоровой упитанности. Питаются они по системе БАР. В настоящее время мы проводим сбор статистических данных по весу мейн-кунов-кастратов. Ведь редко кто из них ходит на выставки и там взвешивается. Если вы хотите, чтобы ваш питомец попал в наш отчетный фильм, то присылайте свои видео нам. Ссылки вы найдете в описании. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!